56 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Это общая площадь многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017-го. Все их жильцы должны получить новые квартиры в течение пяти лет. В числе первых пять муниципалитетов. Например, Шебекинский городской округ. Этот дом по улице Мира в селе Ржевка признали аварийным в 2016-м. О том, что этому дому более 100 лет, напоминают сегодня разве что полуразвалившиеся стены и капающий потолок. Печально. Историю этого шестиквартирного аварийного дома, как никто, знает Руслан Федоренко. Он прожил здесь более 40 лет. Сейчас квартира досталась его взрослым сыну и дочери, как наследство от его родителей. Вот только жить в ней невозможно из-за ветхости. Это еще был здесь купец, Рыжов был такой здесь жил. Он строил, у него было хозяйство, там амбары были, у него все этот дом был. Здесь даже были конюшные, видите какие потолки какие. Крыша течет, поэтому пробовали латать, оно не получалось сразу. Одно сделаешь, но другое сыпется, одно сделаю, другое сыпется. Латает стены в своей квартире и Анжела Дударенко из села Мясоедово Белгородского района. Этот дом тоже один из первых участников программы. Вот полстолки постоянно обсыпаются, вот видите. А здесь так вообще провалились, прям отвалились куски, пришлось взлепить картон. Анжела Дударенко еще 25 лет назад получила квартиру, как и другие соседи от совхоза «Рассвет». В 2016-м 60-летний дом признали аварийным. В новые квартиры жильцы переедут уже в 2020 году. В разумном сказали, будет в этом году заложен дом. И на следующий год они будут трехэтажные. И на следующий год нам дадут равноценные квартиры. Ну, может быть, даже на несколько квадратов больше. Программа расселения дает возможность собственникам малогабаритного жилья расширить жилплощадь с доплатой разницы в стоимости за счет собственных средств. Но понятно, что не всегда такие имеются. И сегодня власти региона предлагают сразу несколько вариантов. Один из них – стать участником регионального проекта «Новая жизнь». Главное его преимущество – оплата дополнительных квадратов в рассрочку уже после переезда в квартиру. По поручению губернатора синхронизированы две программы. Это одна «Новая жизнь» и вторая программа «Расселение». То есть в рамках этой синхронизации предварительные соглашения, кто желает из жителей поучаствовать в этой «Новой жизни». В предварительных соглашениях прописываются определенные моменты, где оговаривается, сколько человек готов докупить квадратных метров. И, соответственно, оговариваются условия рассрочки оплаты. К концу этого года новоселами в Белгородской области станут не менее 50 семей. Узнать, есть ли ваш дом в числе расселяемых в рамках программы до 2025 года, можно на официальном сайте Госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Дарья Яготинцева, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на мире Белогорья.